добрый день сегодня подведем итоги розыгрыша силиконовой формы узнаем кто у нас победитель счастливчик вот расскажу где взять силиконовую форму до 1000 рублей это очень важно особенно для тех кто только начинает и хочет пройти все этапы создания готовой сувенирной продукции это будет для них очень бюджетный вариант и очень интересно дальше расскажу по каким вопросам и консультирую примеру у вас есть интересная моделька не вы хотели бы с нее снять силиконовую форму но по каким-то вопросам мире затруднениям не сможете это сделать не знаете где в каком месте должна пройти линии разъема это частая такая проблема особенно начинающих кто хочет пример снять силиконовую форму с такой модели как кашпо да то есть у него есть опыт изготовления силиконовых форм с простеньких моделей которые состоят из двух половинок легко с которыми работать а а вот создать силиконовую формуле сделать ее чтобы она состоялась трех частей примеру не у всех получается да люди задаются вопросом а как это сделать и часто звонят и говорят дима блин ну подскажи пожалуйста в каком месте пойдет линия разъема так вот по этим вопросам я готов вас проконсультировать пример у вас есть интересная модель это кашпо или моделька которая состоит у вас на четырех лапах может быть у вас пластилиновая модель тоже бывает и самый треш но это пластилиновая модель которая стоит на четырех лапах тоже такое бывает да и вот сам значит как проходит консультация вы мне отправляете подробные фотографии мы с вами определяемся с плоскостью разъема в каком месте она пойдет почему именно здесь определяемся из какого материала будет выполнена ваша готовая отливка это тоже важно потому что не все модели которые сегодняшние представлены на рынке они как правило из полистована или пластика не могут быть но отлиты из гипсов по каким-то причинам примеру тонкие элементы которые при расформовке или при эксплуатации смогут отламываться то есть не все модели из пластика подходит для отливки их дальнейшем из гипсов тоже этот момент обсуждаем выбираем какой материал будет пластик это или гипс можно будет или другие варианты к примеру вот и после этого начинаем шагать поэтапно то есть лепим пластилиновый бортик из какого пластилина лучше делать какие стойки использовать какие замки на каком расстоянии от модели не должны проходить какая глубина ширина в общем сколько их должно быть почему именно так и дальше создание силиконового вкладыша жесткого кожуха нанесение разделительного слоя тыльная сторона в общем все 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 поэтапно вся эта работа длится примерно около 30 дней а почему так долго сейчас поясню значит скорее всего вы начинающий то есть и у вас не хватает опыта на создание более сложных моделей поэтому вся эта работа растягивается так надолго по каким причинам первое не всегда бывает время на создание именно на силиконовой формы ну то есть есть работа есть дети кто-то заболел тоже как вариант болит голова и некогда этим заниматься не хочу нет настроения бывает в итоге все это еще есть техпроцесс то есть нанесли силикон силикон сохнет нанесли смолу смола сохнет то есть и продолжать невозможно поэтому вся работа растягивается примерно на 30 дней в итоге мы работаем с вами вот весь промежуток этот месяц целый до момента создания готовой отливки еще такой частый нюанс бывает когда начинающий не только не может определиться с плоскостью разъема где пойдет эта линия разъема но еще отрицательные углы появляется и часто силиконовые формы у новичков не получается из-за того что есть глубокие кита поднутри ней получается обратный угол и жесткий кожух не получается снять вот эти моменты обговариваю где их стоит обойти в каком моменте как их заделывать как работать с поднутри ними все остальное как армировать почему именно так вся эта работа около 30 дней на выходе получаем готовую отливку и после этого можем когда форма у вас получилось у вас она легко расформовывается вы довольны результатом мы с вами прекращаем сотрудничество то есть вот такой вот объемный развернутый рабочий процесс получается у нас с теми кто хочет чтобы я их проконсультировал по изготовлению силиконовой формы сколько это стоит стоит моя консультация на протяжении всего месяца 30 дней порядка ну там больше меньше плюс минус 2000 рублей много это я думаю что нет причем мы работаем с вами до результат смотрите сами бывает такое что вы определить сами хотите прошагать этот путь и в итоге по каким-то причинам у вас не получилось вы потратили материал время свое из-за какого-то там небольшого нюанса к примеру там поднутри не вам приходится все это переделать но достаточно жалко время жалко свое и материал переделывать но обидно в общем вот по таким вопросам я консультирую если есть кого-то интерес напишите мне комментарий под видео или напишите вконтакте мы с вами обсудим подробные условия сотрудничества следующий момент это силиконовая форма до 1000 рублей думаю никого не секрет что вы на понять весь их процесс нужно прошагать его самостоятельно поясню примеру когда у вас есть силиконовая форма вы сможете легко понять как отливать какие есть тонкостью нюансы с какими сложностями приходится сталкиваться пузырьки как с ними бороться ага поняли так все работает получили готовую отливку она вам нравится к примеру она идеальна ну или по каким-то может быть причинам стоит на ней поработать ну то есть есть пузырьки но не критичный хорошо так поняли как с ними бороться получились более-менее отливка хорошая вас она устраивает удовлетворяет следующий этап после того как у вас есть отливка ее надо зачистить но и понять сколько времени насохнет нужно ли принудительная сушка или обойдемся мы так надо зачищать какими инструментами канцелярский нож или какие-то стеки мы будем использовать зачистили посмотрели сколько облоя сколько при этом грязи пыли тоже на заметочку взяли так следующий момент из какого материала мы будем отливать это на самом деле очень важно не сегодняшний день все кто работает сувенирной продукции они работают с двумя материалами но максимум с тремя первый это гипс сам распространенный 2 это полистон ну и 3 это бетон то есть делают архитектурные изделия архитектурные ордеры и все остальное лепнина в этом направлении есть еще такие материалы как воск до из воска делают свечи свечи делают можно оригинальные такие как и на сегодняшний рынок на рынке нету и они тоже будут пользоваться спросом дальше мыло тоже интересный вариант почему бы нет фигурка виде мыло которым можно еще и мылиться ну то есть его использовать по назначению прикольно прикольно как можно использовать его как подарок или сувенирка ну да неважно что вы будете заливать свою силиконовую форму гипс это будет воск мыло не критично главное чтобы у вас был опыт именно как создать силиконовую форму как отливает какими трудностями вы сталкиваетесь при этом с какого материала дальше примеру у нас материал гипс мы на отливали на зачищали следующий этап покраска очень важный этап какие краски использовать почему именно они акриловые не акриловые нужна ли нам кисть или мы обойдемся аэрографом краска пультом какие техники покраски существует все это очень важно и все это этапы создание готовой сувенирной продукции здесь вы зарабатываете свой опыт это очень важно если ваша форма будет недорогая пример до 1000 рублей вы сможете на силиконовой форме сократить сэкономить и пройти все эти этапы самостоятельно то есть и причем очень быстро а опыт очень важно если вы этот опыт получите за небольшие деньги я думаю потом повторить это уже с хорошей дорогой более дорогой формой не составит для вас труда и самое главное вы поймете ваше это или не ваш хотите в этим заниматься или не хотите потому что это тоже некоторые за шагнут туда и понимает потом с каким трудностям приходится сталкиваться а бюджет уже потратили большой думаю блин да это же наверно не моё я не хочу этим заниматься следующий когда вы все научились у вас есть готовая отливка зачищенная высохшая покрашенная надо шагать еще один этап самый важный это реализация если вы научитесь продавать свои первые 10 работ продали поймете как общаться с клиентами как составляется клиентская база на что делать ориентир то есть какой продукт у вас пользуется спросом какой не пользуется спросом почему именно он то есть поймете сами для себя да это мне нравится работать я получаю это удовольствие и 2 мне получается на этом зарабатывать деньги ну классно значит это моё я хочу этим заниматься по моему это самая лучшая тема на которую стоит обратить внимание и причем это все за небольшие деньги купить готовую силиконовую форму на алиэкспресс за до 1000 рублей примеру до 1000 руб и пройти все эти этапы это бесценно вот честно вот сейчас осознавая осознавая то что я прошагал начала искал дорогую модель интересную модель стоит от 2000 рублей сразу бюджет 2000 рублей так плюс силиконом купить а так это еще трешка плюс доставка полторы так аха все понятно потом стеклоткань эпоксидная смола разделительный слой пластилин потому что у него стоять и надо купить все 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 и потом время на изготовление примеру около месяца в итоге с учетом доставки время изготовления у нас выходит форма наша получается порядка двух месяцев на ее делаем долго это вообще чтобы попробовать на и понять наш это не наша плюс бюджет сюда добавляется но это не стоит чтобы осознать за 1000 рублей покупаем готовую силиконовую форму она к нам приходит в течение двух недель а может быть и месяца это максимум это прямо думаю запасом и мы пробуем пробуем гипс по вам воск по вам еще какой-то материал и понимаем да это наша это классно это я буду этим заниматься следующая думаю очень интересная тема даже те кто давно занимается производства сувенирной продукции сейчас очень сильно задумались по поводу того почему я не отливаю свои работы из другого материала таком как воск или мыло ну то есть формата у меня есть я делаю примеру там гипсовые копилки виде пороченка пороченок прикольно а попробовать не то же самое вставить него фитиль и попробовать по отливать его из того же воск ну тоже поставить на полку как декоративный элемент ну тоже зайдет вроде материалов по затратам нету а на выходе получаем другую совершенно единицу продукции то есть как бы расширяем свой ассортимент ну это классные я думаю многие кто сейчас сидят и смотрят и занимается этим порядка десяти лет тоже думаю блин а чур я так раньше не сделал сейчас мыло то что которое есть она конечно классная да и многие кто едем занимается но она такой примитивной небольших размеров а сделать тоже самое на силиконовой форме да это бесценно по-моему идея неплохая и стоит попробовать все ссылки на силиконовой готовой силиконовой формы с алиэкспресс будут в описании дальше подведем итоги не узнаем сегодняшний день победителя кто у нас на сегодняшний день получится готовую силиконовую форму от меня никому она поедет и так чтобы во все по честным объективным заходим на канал и ищем наше видео вот видео называется дарю силиконовую форму заходим и нам нужно отсюда будет только верхняя ссылочка ставим на паузу копируем ссылку и вставляем франдомайзер вот в эту строчку вот ставили и теперь случайным образом смотрим тоже у нас будет победитель елена бирюкова дмитрий доброго времени суток хочу тоже поучаствовать и выбираю крыску так что елена бирюкова мы вас поздравляем вы только что выиграли силиконовую форму виде крысы я с вами обязательно свяжусь по этому комментарию напишу вам не свой номер телефона по которому вы сможете со мной связаться и дальше проконсультируем как вы сможете забрать свой приз дальше мне интересует такой момент если вам понравилось розыгрыш подобного плана я предлагаю их проводить каждый месяц то есть сегодня у нас октябрь идет следующий розыгрыш провести в ноябре и точно также случайном порядке определить победили которым достанется одна из силиконовых форм которым не есть если вам этой тема интересно напишите мне в комментариях чтобы за форму вы хотели и интересный такой формат не хотели бы вообще да я почитаю если много будет желающих проведем точно такой же розыгрыш но уже в следующем месяце а я желаю удачи в ваших творческих начинаниях